Всем привет! Если вы кликнули на этот ролик, то у вас обязательно дома имеется как минимум парочка пачек туалетной бумаги. Сегодня мы покажем несколько способов применения этой рифленой радости, кроме как ее прямого назначения. Наверняка у многих дома обитают подобные салфетки в коробочке. Они очень удобные в применении и не занимают много места, что удобнее вдвойне. Но минус таких платочков в том, что они стоят сравнительно недешево и к тому же быстро заканчиваются. После того, как это случилось, не спешите отправлять пустую коробку в мусорное ведро. Для начала обратите внимание на торцевую сторону коробки. Нехитрыми манипуляциями вы можете ее аккуратно вскрыть. Теперь возьмите туалетную бумагу, достаньте из нее вот эту втулку и отложите ее в сторонку. Она нам понадобится позже. После чего вытащите внутренний конец бумаги, поместите ее в нашу шкатулку и проденьте кончик в отверстие, как показано на видео. Остается с помощью скотча закрепить торец коробки и пополнять запас до бесконечности. Ведь такая туалетная бумага стоит ну совсем копейки. Если ваш сосед затеял капитальный ремонт и на некоторое время отключил газовое снабжение, а вы даже не успели нормально позавтракать, то туалетная бумага может послужить источником огня. Для этого найдите в доме металлическую тару, в нашем случае вот такая консервная банка, которую нужно освободить от внутренностей и хорошенько промыв под краником, поставить сушиться на некоторое время. Далее возьмем туалетную бумагу с удаленной втулкой и сожмем ее так, чтобы она поместилась внутрь банки. Наверняка у вас в доме найдется несколько пузырьков спирта, но это будет обильно полить бумагу. В нашем случае одного флакончика достаточно. Так как из предыдущего ролика у нас осталось несколько кирпичей, воспользуемся ими и выложим дорожную печку. Поставим растопку в импровизированную печь и подожжем фитиль. Такой источник огня чаще всего используется в походных условиях. Огонь будет очень долгий и достаточный для того, чтобы приготовить или разогреть пищу. А загасить его можно очень простым способом. Достаточно накрыть тарелкой, преградив тем самым доступ кислорода. Заботясь о братьях наших меньших, многие из нас делают всякие кормушки из подручных средств. Но зачастую это занимает много времени и довольно-таки сложно в реализации. Сейчас мы покажем самый простой способ. Для этого нам понадобится любой корм для птиц, баночка нутеллы и втулка от туалетной бумаги. Итак, для начала откроем нутеллу. И с помощью ложки обмажем ею наружную часть втулки. Далее возьмем пластиковый контейнер, насыпем туда наши зернышки до краев и слегка придавливая обваляем втулку в семенах. Такую кормушку даже не надо снабжать подвесным механизмом. Отверстие втулки выполнит эту функцию и позволит укрепить ролик на любом дереве. Ради интереса мы поставили такую кормушку на балконе и вот что произошло. Ребята, напишите в комментариях, что это за птица. По мне больше всего похоже на ласточку или же на воробья. Помните, в предыдущем ролике мы показывали мини-версию игрушки в боулинг? Эта игра очень увлекательная и здорово помогает скоротать время. Так вот, снимая ролик, у нас образовалось несколько втулок и они чем-то напоминают кегли. А шарик мы сделали из туалетной бумаги. Для начала оторвем некоторое ее количество и скомкаем в шарик как можно плотнее. Чтобы при броске он сохранял свою форму, необходимо дополнительно обмотать его скотчем. Вот и все, у нас есть самодельный шарик и кегли. Остается расставить их на ровной поверхности и, отойдя на несколько метров, сбивать с помощью шарика. Также, если у вас в доме имеется вот такой игрушечный пистолет, то эти втулки в связке с контейнером от киндера могут послужить в качестве мишени. Надо лишь расставить их в хаотичном порядке и начать по ним стрелять. Мишени поменьше будут приносить вам 10 очков, а чуть побольше — по 5. Весна — это самое время сажать семена на грядку. Бабушка посоветовала нам очень интересный вариант рассадки с помощью туалетной бумаги. Для этого нам необходимо взять полиэтиленовую пленку и разрезать ее так, чтобы она совпадала с шириной туалетной бумаги. Далее оторвем примерно 40-50 сантиметров бумаги, положим ее поверх пленки и, набрав шприц немного воды, начнем опрыскивать ею нашу заготовку. Очень важно, чтобы бумага пропиталась влагой вся. Теперь аккуратно разложим наши семена на расстоянии примерно в 3-4 сантиметра. Накроем сверху такой же полоской бумаги и, аккуратно свернув трубочку, закрепим с помощью канцелярской резинки. Это еще не все. Возьмем вот такой пластиковый контейнер, положим туда нашу самодельную рассаду и заполним водой примерно в 4 сантиметра. Остается проделать несколько отверстий на крышке контейнера и, плотно закрыв, поставить его там, где лучше всего поступают лучи солнца. Плюс такой рассады в том, что она не занимает много места. Через некоторое время мы получим вот такие уже выросшие семена, которые можно будет высаживать на грядку. Для следующего лайфхака нам понадобится клей ПВА, мука, кукурузный крахмал, шпаклевка, а также растительное масло. А начнем мы нашу затею с отматывания туалетной бумаги. Из одного рулона у нас получилась вот такая горка, которую переложим в ведерко. Зальем сверху теплой водой и оставим замачиваться примерно на 30 минут. По истечении этого времени бумага стала более мягкой и податливой. Теперь возьмем блендер и начнем частями перемалывать ее до кашеобразного состояния. Доставая бумагу из блендера, постараемся по максимуму выжать влагу. Переложим ее в миску и приступим к следующему этапу. Отмерим одну треть стакана клея ПВА и нальем его в миску. Туда же добавим стаканчик растительного масла. Начнем тщательно перемешивать. После того, как она станет однородной, добавим стакан муки и крахмала, не прекращая при этом крутой замес. Последним ингредиентом у нас будет шпаклевка. Ее будем добавлять до тех пор, пока мы руками не почувствуем, что материал готов. У нас получился полуфабрикат, из которого можно лепить различные фигуры. Наверняка многие старые подписчики узнали старого доброго Тома. Ранее он был каменным, а теперь станет из папье-маше. Оставим формочку высыхать на солнечной стороне окна. И через некоторое время мы достали кота бумагу. И напоследок лайфхак от Петруши. Если вы заметили, некоторые виды туалетной бумаги имеют рифленую поверхность. Мы и не догадывались, что, пользуясь ею обычным способом, поступаем расточительно. Наш креативный сосед предложил перед употреблением хорошенько разгладить бумагу утюгом, тем самым увеличив ее длину в разы. Да, ребята, куда катится мир?